Доброе утро! Теперь уже часа пятидесяти, я думаю, что мы, может быть, вложимся и раньше. Как мы построим нашу работу? Самым главным, хотел бы попросить всех помнить о том, что самым главным итогом нашей работы является рекомендация. Рекомендация общественной палаты, которую наш круглый стол должен выработать. Потом они проходят голосование среди членов палаты, всех членов общественной палаты Российской Федерации. После этого направляются туда, куда мы сочтем нужным, будь то Государственный дом, Минприрода, Администрация Президента и так далее. Здравствуйте, да, пожалуйста, проходите. Построим мы работу следующим образом. У нас будет три выступающих, которым можно будет после каждого выступления задать вопросы. После этого открытая дискуссия. Я думаю, что участников у нас сегодня не очень много, поэтому все желающие смогут высказать свое мнение. И тогда я первое слово хотел бы предоставить Андрею Алексеевичу Сицко, собственно, как представителю инициаторов данного обсуждения. Пожалуйста. Вот это уже у меня, наверное, тогда вопрос к технической поддержке нашей. Спасибо, Игорь Евгеньевич. Прежде всего, хотелось бы поблагодарить общественную палату за возможность проведения этого круглого стола, актуальность которого, на наш взгляд, назрела уже давно, поскольку буквально через два дня наступает 1 апреля. И эта дата совпадает с 8 годами вступления в силу закона об охоте. Но, к сожалению, охотникам совершенно не смешно в этот день, поскольку нормы закона об охоте сразу вызывали непонимание у специалистов охотничьего хозяйства. Ведь здесь, вот за этим столом, присутствует как минимум трое специалистов, те, кто участвовал в рабочей группе по подготовке закона об охоте. И все они были очень удивлены, как сильно вышедший закон отличается от тех проектов, которые разрабатывались рабочей группой. Да, напомню, что Росохот-Рыболов Союз – это крупнейший охотопользователь в Российской Федерации. За членами Росохот-Рыболов Союза закреплено порядка 30% всех закрепленных охотничьих угодий. Поэтому все проблемы закона – это наши проблемы, и в их решении мы заинтересованы кровно. Несмотря на восьмилетний срок действия закона об охоте, ни одной попытки комплексно проанализировать практику применения этого закона и тех 60, даже более чем 60 нормативных актов, которые были выпущены в его развитие, ни со стороны министерства, ни со стороны правительства Российской Федерации, к сожалению, не проводилось. И поэтому это, наверное, очень странно, что общественная организация выступила инициатором такого обсуждения, а не Министерства природных ресурсов, которое, собственно, занимается выработкой государственной политики в этой сфере. Но тем не менее это так, поскольку спасение утопающих – это дело рук самих утопающих, все это мы прекрасно знаем. Росохот-Рыболов Союз аккумулирует не только проблемы наших членов областных обществ охотников. Мы смотрим более широко и изучаем проблемы охотопользователей всей России и судебную практику всей России. Поэтому мы всю проблематику охотничьего хозяйства знаем очень хорошо. И что мы видим? Мы видим, что в результате применения различными контролирующими органами, уполномоченными органами субъектов Российской Федерации нечетких и двусмысленных нормативных предписаний, охотопользователи штрафуются, на них назагаются обязанности, непредусмотренные законы, противоречащие зачастую здравому смыслу, и в ряде случаев охотопользователи лишаются охотничьих угодий. Естественно, основной проблемой и главной проблемой охотничьих хозяйств является на сегодняшний день вопросы закрепления охотничьих угодий. Исторически сложилось в Российской Федерации, что значительная часть охотничьих угодий была передана в пользование различным организациям. Это еще с советского времени ведется, то есть основным охотопользователям были общественные охотничьи организации, как раз и Росохот-Рыболов-Союз. В районах Сибири и Дальнего Востока это были промысловые хозяйства, кобзоэропромхозы, госпромхозы, совхозы, колхозы Крайнего Севера. Поэтому эта практика сохранилась и в современный период, и в настоящее время порядка 45% всех охотничьих угодий Российской Федерации закреплено за охотопользователями. Так вот, вспомню о глобальной проблеме перехода с долгосрочных лицензий на охотхозяйственные соглашения, которая решилась только в прошлом году. Причем закон, принятый во исполнение решения постановления Конституционного суда 25 июня 2015 года номер 17-п, решил только одну часть существовавшей проблемы, то есть о сроках действия охотхозяйственных соглашений. Напомню, что два года назад вступило в силу вот это вот решение Конституционного суда, и два года практически действовал мораторий на переход с долгосрочных лицензий, то есть со старых разрешительных документов на пользование охотничьими угодьями, на новый порядок на долгосрочные лицензии. То есть норма закона была прописана нечетко, и я вот процитирую, Конституционный суд в своем постановлении описал ту ситуацию. Вот что написано, я цитирую прямо буквально. «Столь противоречивая интерпретация правового регулирования нормы закона наглядно свидетельствует о том, что преодоление средствами юридического толкования обнаружившейся неопределенности предписания, содержащейся в части 3 ст. 71 закона об охоте, сопряжено со значительными затруднениями, не позволяющими однозначно уяснить ни истинный замысел федерального законодателя, недействительное нормативное содержание установленных их правил». То есть если перевести на нормальный человеческий язык, то никто не может понять, что же написано в законе, и что имели в виду законодатели при его подготовке. Ну, слава богу, ситуация разрешилась, закон был принят, но только за бортом изменений остались те охотпользователи, у которых долгосрочные лицензии закончились во время двухлетнего моратория. Хотя по логике все понятно и надо заключать, ведь охотпользователи не виноваты в том, что процедура была приостановлена. В процессе принятия изменений в закон мы предупреждали о таком варианте развития событий, но, к сожалению, к нашему мнению не прислушались, и в том законопроекте, который был принят в итоге, эта норма отсутствует. В результате этого часть охотпользователей сейчас попала под действие приказа номер 137, который предусматривает снижение площадей охотничьих уходий в случаях, если они превышают максимальную площадь, определенную соответствующим приказам природы. То есть прошло пять лет со дня прилятия приказа, и охотпользователи вынуждены, согласно норме этой приказа, переходить на меньшие площади, в частности в Московской области, только 35 тысяч гектаров на одного охотпользователя. По логике, если был двухлетний мораторий, значит охотпользователь должен воспользоваться своим правом, но на практике этого не происходит, несмотря на ясно выраженную позицию Минприроды России о пролонгировании срока вступления в СИРМ лором приказа вот этого 137. И как раз эталонным примером является Московская область, где, как я сказал, максимальная площадь для одного охотпользователя 35 тысяч гектаров, но вопрос заключения соглашения на сегодняшний день лишается в суде. Этот пример ярко показывает, насколько тщательно и детально нужно подходить к формулировкам законопроектов, чтобы не получилось, что хотели как лучше, а получилось как всегда. Есть еще не менее животрепещущие проблемы, которые связаны с природой охотхозяйственного соглашения. В большинстве решений судебные органы склоняются к тому, что охотхозяйственное соглашение является гражданским правовым договором, но в нем нет, к сожалению, основных признаков такого договора, это предметы и цены. Вот если читать статью 27 закона об охоте, то по охотхозяйственному соглашению одна сторона, то есть юрлицо или предприниматель, обязуется обеспечить проведение мероприятий по сохранению охончих ресурсов и среды их обитания и созданию охончей инфраструктуры, а другая сторона обязуется предоставить в аренду на срок равный действия, сроку действия охотхозяйственного соглашения, земельные участки, лесные участки. Вот возьмем договор аренды, обычный договор аренды какой-то площади, жилой площади. Это образцовый пример гражданского правового договора. Там все есть. Срок аренды, цена, а у нас что? Предмета нет, цены нет. Но есть отдельное судебное решение, говорящие о том, что это публично правовой договор. И самое главное на сегодняшний день не определено, по каким конкретно признакам расторгается соглашение. Вот, например, одно из условий соглашения, по которому тоже можно его расторгнуть. Это годовой размер аренды платы за предоставляемые в аренду и расположены в границе охотничьего гудя земельные участки, лесные участки, рассчитанные исходя из минимальных размеров арендной платы и годовой размер сборов за пользование объектами животного мира. Что это за арендная плата и за годовой размер сборов, из закона совершенно непонятно. Также в законе не написана обязанность, что нужно платить этот сбор. То есть никакой конкретики опять нет. То есть здесь закон об охоте опять верен себе, и опять невозможно однозначно уестить истинные замыселы федерального законодательства. Мы считаем, что это условие, о котором я сейчас говорил, носит сугубо информационный характер. И такой же позиции, что интересно, придерживается Минфин России, который в ответе на наш запрос в конце декабря 2017 года написал, что указание величины годового размера арендной платы и годового сбора за пользование объектами животного мира носит скорее информативный характер о финансовых обязательствах и не может служить дополнительным финансовым обязательством наряду с уплатой арендной платы и сборов за пользование животным миром в соответствии с лесным, земельным и налоговым законодательством. Но в регионах существуют трактовки этих норм, и вот уже охотпользователи обязывают платить фактически дважды аренду и сборы за пользование животным миром, а если не платить, ну известно, что будет, отключим газ. Сплошь и рядом типовая форма соглашения дополняется произвольными требованиями органов власти субъектов Российской Федерации, что накладывает на охотпользователей новые обязанности, которые законом совершенно не предусмотрены. Причем обязанности вообще совершенно произвольные, взятые просто с потолка. Я вот сейчас приведу пример. В Волгограде, например, соглашение дополнили обязанностью оформить, осуществить в течение года охоту устройств, утвердить схему и даже в течение 10 дней представить ее в администрацию, обеспечить не менее одного инспектора производственного охотничьего контроля на каждые 20 тысяч гектаров с зарплатой не ниже минимальной по Волгоградской области, плюс еще обеспечить наличие специального оборудования фото- и видеофиксации, техники повышенной проходимости, предоставить массу сведений у полномочного органа и прочее обременение на двух листах. Кстати, у других охотпользователей в Волгоградской области, насколько нам известно, таких обременений нет. То есть у других охотпользователей те самые 12 пунктов, которые предусмотрены законом. В Челябинске из типовой формы соглашения, состоящей, как я уже сказал, из 12 пунктов, сделали соглашение из 35 позиций. В арбитражном суде Челябинской области находится 42 арбитражных дела практически по каждому охотничьему хозяйству. Понятно, что такие требования, которые никоим образом не сообразуются с нормой закона, в дальнейшем могут повлечь расторжение соглашений по совершенно незначительным предлогам. Есть у нас и примеры расторжения соглашений. Например, в отношении общества охотников Татарстана по одной только плановой проверке было выписано 83 предписания. Общество привлечено к административной ответственности в виде штрафа по кодексу административных правонарушений 59 раз. То есть выпусано 59 постановлений о привлечении к административной ответственности, и каждый по 50 тысяч рублей. На основании этого расторгнуты 4 охотно-хозяйственных соглашения. Таким образом, получается, что, несмотря на то, что главная цель заключения охотно-хозяйственных соглашений при влечении инвестиций, у охотно-пользователей нет никакой уверенности в завтрашнем дне. Это при том, что пользователь при заключении соглашений либо платит ставку платы за гектар, это при переходе с долгосрочной лицензии, если он пользуется этой льготой. Причем в центральных областях эта ставка составляет 10 рублей за гектар, что для общественной организации выливается в довольно приличные деньги от 10-20 до 40 миллионов рублей. Но, естественно, что при расторжении охотно-хозяйственных соглашений через суд все эти деньги пропадают. Ну и, в общем, о какой привлекательности инвестиций можно здесь говорить. Таким образом, на сегодняшний день гарантии долгосрочного пользования охотничьими ресурсами и гарантии устойчивого осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства отсутствуют. И эту ситуацию нужно срочно менять. Мы думаем, что совершенствование правового регулирования Института охотно-хозяйственных соглашений в части более четкого определения прав и обязанностей сторон соглашений и создание гарантии долгосрочного ведения охотничьего хозяйства для добросовестных пользователей позволит стимулировать инвестиционный интерес и повысит интерес к осуществлению ведения охотничьего хозяйства как предпринимательской деятельности. Теперь второй, не менее важный блок вопросов, который волнует всех охот-пользователей, это государственный учет, государственный мониторинг охотничьих ресурсов и определение лимитов и квот добычи. Этот вопрос также напрямую связан с экономикой, поскольку без квот добычи всякая экономическая деятельность охот-пользователей практически приостанавливается. И этот блок также слабо урегулирован. Главная проблема государственного учета и государственного мониторинга в том, что это переданное полномочия. Но полномочиями органы субъектов Российской Федерации, как правило, не имеют возможности самостоятельно осуществить государственный мониторинг охотничьих ресурсов, под которым по советской традиции сейчас подразумевается учет численности зверей в охотничьих угодьях. Поэтому они вынуждены правдами и неправдами привлекать к этой работе охот-пользователей. Охот-пользователи не против. Они даже обязаны по закону о животном мире осуществлять учет используемых объектов животного мира. Но никаких четких правил игры для охот-пользователей, к сожалению, не существует. В настоящее время вопрос о осуществлении государственного учета и государственного мониторинга регулируется двумя законами. Это закон о животном мире и закон об охоте. Причем понятия государственного мониторинга в двух законах практически совпадают. В то же время государственный учет охотничьих ресурсов в законе об охоте не предусмотрен. Точно так же закон об охоте не содержит никаких обязанностей охот-пользователей по осуществлению ни государственного учета, ни государственного мониторинга. Ну, как я уже говорил, только статья 14 закона о животном мире предусматривает, что охотпользователи должны, вероятно, пользователи животным миром, поправлюсь, обязаны осуществлять учет использованных ими объектов животного мира, объем их изъятия и предоставлять полученные данные в соответствующий государственный орган. Только вот закон о животном мире не предусматривает никакого порядка использования этих данных, то есть места этих данных в системе учета, что порождает разночтение в различных контролирующих органах и самих же охотпользователей. Кроме того, неопределен и государственный орган, который устанавливал какой-то порядок, как и сам порядок предоставления таких данных, тоже не предусмотрен. Вот сейчас в реальной жизни получается, что поскольку в законе об охоте вопросы решения государственного учета охотничьих ресурсов прямо не урегулированы, то для закрытия этих учетных пробелов используется норма закона о животном мире. Как раз в части обязанностей охотпользователей вести учет используемых объектов животного мира. И тут начинается самое интересное. Я, к сожалению, оперирую нормами приказов Минприроды. Надеюсь, что специалисты, которые слушают нас, они, в общем, поймут. Так вот, пунктом 7.2.2 приказа Минприроды России 344, который так и называется, об утверждении порядка осуществления государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания и применения его данных, предусмотрено, что сбор сведений о численности и состоянии охотничьих ресурсов осуществляется в закрепленных угодьях охотпользователями. И в этом же приказе написано, что в общедоступных угодьях сбор сведений о численности осуществляется полномоченными органами Российской Федерации. То есть, в принципе, все понятно. Приказом Минприроды выстроена следующая схема. В общедоступных угодьях сбор данных о численности, то есть фактический учет, ведут госорганы в закрепленных угодах охотпользователей, которые суммируются и получаются данные госмониторинга по субъекту. И пунктом 9 приказа 344 предусмотрено, что до 1 апреля охотпользователь предоставляет эти данные в полномоченный орган. Единственное, чего нет ни в приказах, ни в законе, это обязанность охотпользователя использовать конкретную методику. Учета или сбора данных об этом нигде не говорится. Формы тоже нет. Зато есть приказ Минприроды номер 1. Об утверждении методических указаний по осуществлению органов и исполнителей власти субъектов Федерации, переданного полномочия Российской Федерации, по осуществлению государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания медным зимним маршрутным учетом. Который уже из названия, понятно, следует, предназначен для использования уполномоченных органов субъектов Российской Федерации. Но, будучи единственной методикой мониторинга, которая утверждена в виде нормативного права акта, этот приказ всеми правдами и неправдами стал насаждаться для применения всеми участниками процесса мониторинга, в том числе и охотпользователями. Причем, я подчеркну еще раз, что обязанность охотпользователей применять для сбора данных именно приказ номер один нигде не прописана, точно так же, как нет и ответственности за несублюдение норм этого приказа. И это становилось предметом разбирательства на самых разных уровнях и неоднократно. Причем Минприрода России, учитывая неурегулированность этого вопроса, дважды пыталась своими письмами как-то поправить дело, но по инициативе Росохотерболов Союза эти письма были отозваны Минюстом как содержащие нормативные предписания. То есть, не пытаясь внести изменения и каким-то образом урегулировать этот вопрос, Минприрода России пыталась своими письмами ситуацию как-то выправить. Плюс к этому, сам приказ номер один, чрезвычайно сложен, противоречив и критиковался самими отцами-основателями учетной методики неоднократно и охотоведами с мест. Потому что содержит позиции, которые можно трактовать различные и находить изъяны в любых материалах. Вот как в жизни это происходит. В целом, в ряде регионов сложилась практика издания приказов по проведению зимнего маршрутного учета, которые содержат нормативные предписания, обязывающие охот пользователей проводить зимний маршрутный учет и в обязательном порядке представлять материалы, выполномоченные органами субъектов Российской Федерации. Такие приказы никогда не регистрируются органами юстиции в субъектах, хотя имеют все признаки нормативных актов. Таких приказов, как правило, указаны объемы работ, которые должны провести охот пользователей, сроки представления материалов. По инициативе Росохотроболов Союза в 2017 году, и эта работа продолжается сейчас, Минюстом России через территориальные органы Минюста была инициирована правовая экспертиза региональных актов Камчатского, Алтайского краев, Магаданской, Костромской, Нижегородской, Свердловской, Челябинской областей. При этом у различных территориальных органов Минюста России оценки сходных по содержанию нормативных актов не всегда совпадают. Если коротко, то анализ такой. Управление Минюста по Магаданской области и Чукотскому автономному округу, Челябинской, Нижегородской областям выявили несоответствие федеральному законодательству и направили экспертное заключение в издавшие их органы для устранения нарушений. В Свердловской области в приказе по ЗМУ Управление Минюста не выявило нарушений, однако отметило, что приказ официально не опубликован и, соответственно, применению не подлежит. В Камчатском крае Управление Минюста пришло к выводу, что действия приказа по учету численности не выходят за рамки взаимодействия с охотопользователями. А в Алтайском пришли к выводу, что вообще приказ носит рекомендательный характер. Самое интересное в Костромской области. Там Управление Минюста пришло к выводу, что местный приказ по учету численности носит рекомендательный исполнительно-распределительный характер. Но только в приказе, вот в этом, номер 22, 21, 01, 17 года указано, что отдел охраны департамента до 1 апреля доводит доход пользователей данные по плотности охотничьих ресурсов на закрепленных охотничьих угодиев. А это ничего, что в приказе 3044 все наоборот. Охот пользователей предоставляет в полномоченный орган данные численности. Еще один жизненный пример. В Магаданской области в 2017 году в департаментах госохотнадзора ряда охотпользователей было отказано в установлении квот добычи охончьих ресурсов лося, соболя, северного оленя. Причиной отказа послужила своеобразная трактовка департамента госохотнадзора норм как раз пресловутого приказа номер один по ЗМУ. В частности, нарушение временного интервала между окончанием затирки следов зверей и началом учета следов зверей. Охот пользователей всей страны, как учили, начинают учет примерно в то же время, когда начиналась затирка, для того, чтобы обеспечить требуемой методикой суточный интервал. Но по мнению должностных лиц департамента госохотнадзора, учет следов зверей следует начинать с момента затирки последнего следа на маршруте. Так они читают слова приказа после окончания затирки. Департамент считает, что учет нужно начинать после окончания затирки. Но если затирку начинать проводить на лыжах, то она заканчивается в 15-16 часов местного времени. В это время в Магадане уже темно. Соответственно, учет мы будем проводить ночью, что противоречит вообще всему и здравому смыслу. И я уже говорил о том, что магаданским департаментом издан приказ, которым прямо установлены обязанности охотпользователей, по которым имеется замечание местного Минюста. И там же указано, что департамент неуполномочен определять порядок, устанавливать требования для охотпользователей и так далее. И вот что самое интересное, что магаданские охотпользователи лишились в прошлом году квоты лосей в 54 особи. При этом общий лимит лосей по Магаданской области вырос в 1,6 раза, а квоты в общедоступных охотничьих угодьях, например, в Ольском городском округе, выросли в 6 раз, а в Средниканском в 3 раза. То есть получается, что лоси из закрепленных угодий каким-то образом перешли в общедоступные, что вообще очень странно. Кроме того, имеются не меньшие проблемы по вопросам охотустройства и проведения, осуществления биотехнических мероприятий. Ну, я постараюсь уже здесь быть совсем кратким тогда. То есть основная проблема с внутрехозяйственным охотустройством, это то, что приказ Минприроды 559 по утверждению порядка организации внутрехозяйственного охотустройства, как бы издан, как бы это сказать, по мотивам закона. По сути, приказ содержит совсем не порядок, а состав и структуру, схемы использования и охраны охотничьих угодья, но таких полномочий у Минприроды России нет. В частности, в проекте требуется осуществить проект деления территории охотничьего угодья на игерские обходы, в делении зоны охраны охотничьих ресурсов, в зону нагонки на таски собак охотничьих пород. А кроме того, нужно определить перечень видов охотничьих ресурсов, обитающих на территории охотничьего хозяйства, в отношении которых планируется осуществить бонетировку. Но слово бонетировка вообще в законодательстве Российской Федерации на сегодняшний день отсутствует. То есть это норма нерабочая. Кроме того, органы власти субъектов Российской Федерации вовсю начинают проверять содержание этого охотустройства и либо возвращают на доработку, либо штрафуют охоту пользователей. Хотя никаких полномочий у органов государственной власти субъектов Российской Федерации на это нет. Приведу пример по Омской области, где руководитель общественной организации говорит нам о том, что налицо оформленное приказом номер 559, бесправие охот пользователей перед контролирующими структурами, получившими возможность по своему усмотрению трактовать положение приказа. Устанавливать сроки подготовки и возвратами на доработку создавать охоту пользователей угрозу суровых наказаний. Я уже не буду тогда подробно говорить о различных требованиях по исполнению ветеринарных мероприятий, по параметрам ограничения охоты и так далее. Так вот, в отсутствие четких и понятных критериев, устанавливаемых норм, создается широкое поле для злоупотребления. Единственное, что легко сейчас, это получить охотбилет, потому что охот минимум сдавать не нужно. Ну, я не знаю, кому-то это хорошо, потому что охотники, как мне рассказывали директора хозяйств, после охоты на тяги подзывают егер и спрашивают, а где здесь вальшня, показывая на добытых птиц. Вчера мы узким кругом в Росохотарболов Союзе пытались понять, сколько же времени нужно на обсуждение всех проблем закона об охоте и приказов, и пришли к выводу, что дня до этого не хватит, поэтому я закругляюсь. На наш взгляд, самой главной проблемой всего охотничьего хозяйства и охот пользы в Российской Федерации является отсутствие цели и задач введения охотничьего хозяйства в Российской Федерации. Его нет ни в законе, ни в стратегии развития охотничьего хозяйства. С нашей колокольни, с колокольней охот пользователей, получается, что все органы государственной власти заняты проверками охот пользователей за соблюдением законодательства. Но учитывая, что законодательство на сегодняшний день, к сожалению, оставляет желать очень много лучшего, то эти проверки выливаются фактически в торможение деятельности охот пользователей. В связи с этим мы и хотели бы призвать Министерство природных ресурсов, не знаю, правительство Российской Федерации к тому, что необходимо срочно начинать работу по комплексному анализу всех нормативных актов переработки закона об охоте для того, чтобы все-таки создать условия для работы охот пользователей. Иначе главным достижением нашего охотничьего хозяйства, как написано в стратегии, будет размер браконьерства, который оценится в 18 миллиардов рублей. Еще у нас одно достижение – это площадь 1,6 миллиарда гектаров. В Российской Федерации, по данным мониторинга, миллион лосей, добываемые 30 тысяч. В Финляндии добывают 40 тысяч лосей, но их всего 80. Возможно, что это как раз потому, что у нас существует куча приказов, которые регулируют процессы учета, мониторинга и всего прочего. Если бы финнам дать такое количество приказов, я боюсь, что браконьерство появилось даже бы у них. В последнее время идет обсуждение вопроса перекрестных полномочий и даже создания экологической полиции. К сожалению, опять во главу угла ставится надзор. Надзор без определения целей приведет в тупик. Поэтому первое, что нам нужно – это цель, определить цель, куда идет охонящее хозяйство России. Мы думаем, что такой целью должно быть в первую очередь стремление к обеспечению граждан охотой, достижению баланса высокой численности охоняющих животных и высокого уровня их добычи с гармоничным функционированием всех компонентных природных экосистем в условиях современного уровня развития охоняющего хозяйства. Воспитание охотников в духе бережного отношения к природе, рационального использования животного мира, правильной охоты – это только часть проблем, с которыми мы сталкиваемся и которые нужно решать совместно государственные органы. Предложение у нас есть. Нам очень хотелось, чтобы нас услышали. Все. Большое спасибо. Вопросы к Андрею Алексеевичу? Хорошо. Если вопросов нет, давайте переходим тогда дальше. Идем дальше. Горячий Сергеевич. Тут можно сказать, конечно, во-первых, большое спасибо за то, что вы пригласили меня как представителя зоозащитного сообщества на круглый стол по охоте. И, в общем, есть в этом отношении что сказать. Андрей Алексеевич упомянул уже вопрос, скажем так, точнее, проблемы подготовки закона об охоте и сохранении охотничьих ресурсов. Это, в общем-то, происходило еще в четвертом созыве Государственной Думы. Действительно, достаточно странно строилась работа. В том числе была группа защитников животных, которая входила тогда в рабочую группу по подготовке этого закона. Причем потом эта тема перешла, если кто-то помнит, от Комарова из четвертого созыва, перешла в пятый созыв под руководство, когда комитетом руководил Туголовков. И, кстати говоря, именно тогда же появился этот многострадальный закон об ответственном обращении с животными, которые до сих пор не могут принять. И, в общем и целом, может быть, сходство стиля работы, в том числе аппарата комитета, оно повлияло как на то, о чем мы сейчас говорим, так и на то, что вот на проблему принятия закона об ответственном обращении с животными. Были тогда подготовлены моими коллегами целый ряд предложений, связанных с тем, что мы прекрасно понимаем, сразу могу сказать, да, что, конечно, даже в отличие от тех людей, кто занимается охраной природы, зоозащитники, они в этом отношении стоят на иных позициях, чем охотничье сообщество, и есть целый ряд предметов, по которым, ну, вы знаете, как разные религиозные конфессии, не договоримся никогда. Вот, но вместе с тем принимали участие, действительно, для меня сейчас было интересно то, что, оказывается, и охотничье сообщество было проигнорировано в тот момент в большей степени, вот. Нам тогда говорилось, что да, 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 значит, давайте, то есть были подготовлены целые статьи раздела главы, связанные с гуманизацией отдельных положений этого закона, вот. Вот, потом вдруг сказали, как у нас это очень часто делается, о, давайте, давайте быстрее, 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 надо срочно вносить, внесли, вот. Мы потом доработаем во втором, в третьем чтении, в общем, получилось то, что получилось. В общем-то, полностью, скажем так, зоозащитное сообщество тогда было проигнорировано. Потом, значит, наверное, и для кого не секрет, все помнят ситуацию конца прошлого, начала этого года, да, замечательный 54-й закон, да, который пока еще не вступил в силу, там, о запрете контактной приправки. Вот, когда сначала, там, защитники животных выходили перед Думой, там, устраивали, вот, потом уже мы видели охотников с плакатами перед Думой, перед Советом Федерации, вот. Вот, когда, в общем и целом, конечно, было показано, что проигнорировать могут как охотников, так и зоозащитников, и, в принципе, конечно, каждый отстаивает какие-то свои интересы, свои нравственные моральные позиции. Вот, но я думаю, что есть некие точки соприкосновения и некие возможности договориться. Прежде всего, вот в чем. Ни охотникам, ни зоозащитникам, ни вообще, я думаю, нормальным гражданам нашей страны не нужны законы низкого качества, которые не исполняются, будь они зоозащитные, будь они направлены в поддержку охотников, охотпользователей. Вот, то, как раз, о чем говорил Андрей Алексеевич, вот, когда качество законотворческой работы и качество юридической техники исполнения текста, оно не позволяет потом правоприменителю либо защищать свои интересы, либо добиваться поставленных государством и законодателем целей, которые перед данным законом стояли. Как любой закон, как любой закон, да, ну вот, как бы, как меня учили, вот, закон начинается с понятийного аппарата. Вот, и если мы, то есть я, мы внимательно прочли закон, особенно в связи с вот этим 54-м законом, да, в результате которого всплыло очень, при доработке которого всплыло очень много проблем, связанных с особенностями, назовем это мягко, да, закон об охоте. Вот. Вот. Мы начали изучать, я внимательно просмотрел, я думаю, что сейчас у нас и времени нет, и это, наверное, так сказать, не вопрос такой вот общей дискуссии по поводу целиком этого закона, да, вот, но, безусловно, проанализировав понятийный аппарат, становится понятно, что этот закон, вообще говоря, он подлежит полной переработке. Вот. И если мы говорим о том, что мы начинаем трогать здесь понятийный аппарат, а, видимо, без этого, это было признано как раз согласительной комиссией по 54-му закону, да, и Лебедевым, с одной стороны, если говорить со стороны Совета Федерации, и Николаевым со стороны Государственной Думы, вот, что данный закон нуждается в своей переработке, вот, ну, я могу тут примеры привести, ну, начнем с центрального определения, это охота, да, охота, деятельность, связанная с поиском, выслеживанием, ну, и так далее, и так далее, то есть, на самом деле, получается, например, что если мы смотрим, что первичная переработка и транспортировка у нас уже, так сказать, без добычи, ну, как бы попадает под действие нормы, нормативы, связанных с охотой. Это открывает определенные возможности и для коррупции, и для вольного толкования, вот, и в конечном итоге бьет по всем субъектам правоприменения в этой области. Вот, опять же, вопрос, который встал в связи с запретом контактной притравки, да, вот здесь у нас есть методы охоты, да, то, что касается, там, собак охотничьих пород, а где эти охотничьи породы, кто их утверждает, где их список. У меня там собака, которая, там, по документам, которые выданы общественной организацией, вот, написано, что она беспородная, вот, а на самом деле у меня, предположим, борзая, вот, и я с ней иду в охотничьи угодья, я, получается, нахожусь вне норм этого закона. То есть, короче говоря, было выявлено достаточно большое количество, достаточно большое количество замечаний, и настолько большое количество замечаний, что я думаю, что внесением каких-то изменений и дополнений в этот закон, каких-то точечных исправлений, я думаю, что здесь дело не должно ограничиваться. Поэтому было принято решение, оно было поддержано, насколько вы знаете, да, что будет создана комиссия, совместная комиссия депутатов Государственной Думы и членов Совета Федерации, заинтересованных в доработке этого закона или в переработке. Вот, и я думаю, что, наверное, целесообразно для того, чтобы наши последователи, наши, скажем так, те люди, которые находятся за нами, за вами, не выходили потом с плакатами, вот, пытаясь остановить какие-то хорошие или плохие инициативы друг друга, может быть, стоит все-таки добиться того, чтобы не только охотничьи эксперты, вот, но, скорее всего, и представители зоозащитного сообщества, вот, не только Росохот, Рыболов, Союз, но и у нас есть, например, Московское общество защиты животных, достаточно такой хороший опыт законотворческой работы, вот, чтобы входили и какие-то, так сказать, их мнения, оно учитывалось при доработке, при доработке, переработке, опять же, в том числе закона об охоте. Здесь прежде всего, понимаете, вопрос, к сожалению, вопрос площадки, площадки для обсуждения. То есть, когда собирается, например, какое-то, ну, условно говоря, так сказать, зоозащитное сообщество, вот, часто голос охотников не бывает услышан, да, вот, что плохо, почему? Потому что потом собираются охотники, вот, и там голос защитников животных тоже бывает достаточно слаб и слабо убедителен в этом составе. Значит, нужно добиваться от Государственной Думы, как общего органа, чтобы все стороны были в равной мере представлены. Поэтому я бы предложил в изолюцию внести, помимо, скажем так, то есть, рекомендацию для Государственной Думы, чтобы зоозащитное сообщество, оно тоже было представлено при доработке и переработке закона об охоте, вот, в рамках экспертного сообщества, в рамках собирающейся это делать рабочей группы. Вот, ну, я думаю, что... Спасибо за внимание. Спасибо, Кирилл Сергеевич. Есть ли вопросы? У меня вопрос, Кирилл Сергеевич, а вот эта группа, она уже создана или это предлагается ее создать? Значит, дело в том, что было решение, сначала оно было инициировано в рамках согласительной комиссии по... Ну, я сейчас называю его так, 54-й закон, понятно, закон о запрете контактной притравки. Вот, когда была создана, так сказать, согласительная комиссия Совета Федерации и Государственной Думы, вот, то, по крайней мере, на последнем заседании этой комиссии Лебедевым было озвучено предложение, которое потом было озвучено и в рамках пленарного заседания Государственной Думы, и в рамках пленарного заседания Совета Федерации, вот. Вот, и оно, в общем-то, нашло некую поддержку, вот, хотя, насколько... Ну, мне, по крайней мере, пока неизвестно со стороны там профильных комитетов, какие-то телодвижения чисто такие, административные о создании. Понятно, то есть инициатива была от Василия Альбертовича, да? Да. В этом году. Альбертовича, да. В форуме с Национальным и Лебедев, и Николаев сказали, что на следующей неделе они планируют заседание этой группы, но проблема, как всегда, у нас в том, а кто, а судьи кто, или а кто член этой группы, потому что до настоящего времени было заявлено, что это должны быть депутаты и члены Совета Федерации, но экспертное сообщество и в каком качестве или в каком количестве там будет представлено, нам абсолютно непонятно. Пригласят, не пригласят, то есть мы здесь очень зависимы. Понятно, спасибо. А наши депутаты могут идти в другую сторону. Спасибо. Так, Валерий Петрович, да. Пожалуйста, Валерий Петрович Кузенков. Я постараюсь, коллеги, недолго. Значит, я тут представляю российскую группу по гусеобразным, случайно. Значит, спасибо, Григорий Евгеньевич, что пригласили. Мне позвонила Софья Борисовна и попросила поприсутствовать по причине того, что они сегодня находятся в Литве на каком-то мероприятии ихнем. И Женя Сырочковский тоже там. Значит, ну я, как биолог-охотовед и принимающий участие всегда и во все времена, во всех мероприятиях, связанных с законом об охоте и обо всем, и о зоозащите, и о притравках собачьих. Сейчас вот просто хочу в двух словах рассказать ситуацию. Значит, сначала немножко о гусеобразных, значит, шубах. Софья Борисовна и Женя Сырочковский давно занимаются этими вопросами, а я был одним из инициаторов открытия весенней охоты на гусей в 1988 году. Еще одним из инициаторов был вот папа нашего уважаемого Андрея Сицко, Алексей Васильевич, ну и другие товарищи. Я тогда работал в главах охоты России в должности старшего госохотинспектора Российской Федерации. Сразу могу сказать, та весенняя охота, которая сейчас проходит на гусеобразных, да, мы такой охоты не открывали. Значит, мы там просчитали, не буду рассказывать, как бы, систему, подготовку, но были понятия, были правила игры определенные. Значит, первое, это никакой охоты на гнездове. То есть, охотники всегда не поддерживали весеннюю стрельбу, тем более, да, в гнездовании, когда гусы не прилетают из них, извините за выражение, яйца сыпятся, а их там продолжают отстреливать. Мероприятия эти, вы знаете, где проходят, да, это Канен-Нос, это остров Колгуев, там и другие всякие вещи. Значит, мы никогда не открывали охоту на гусеобразных местах исконных традиционных присад. Это Рыбинское водохранилище, это Мокшинский заказник в Рязанской области, где Мокша впадает в Аку, да, это Омский заповедник и другие территории. Сейчас охотятся все с целью регулирования численности в этих заказниках. Например, в Ярославской области идет весна, приходят гуси, сидят на льду, подлетают, значит, вертолеты. Вот не даст мне соврать председатель общества охотников, он на экране. Я разговаривал с районом охотоведом Рыбинского района, значит, с начальником милиции там. Прилетают вертолеты, поднимают гуси и начинают с вертолетов этих гусей расстреливать, и они падают на голову, значит, рыболову. Вот. И вот это вот то, что сейчас происходит с гусеобразными, действительно, численность падает, как подтверждают ученые, а я Сарычковского Евгения Евгеньевича и Софью Борисовну считаю профессионалами в этом, как бы, деле. Они проводят какие-то учеты, какие-то мечи, небольшая идет работа. Если вы хотите мое мнение, я бы сейчас весеннюю охоту на гусей закрыл. В том виде, как она происходит, потому что это просто бардак по-русски, да? Это что касается зоозащиты. Вот. Теперь надо понять, нужно ли вообще охотничье хозяйство, как хозяйство, как отрасль, вообще России. У меня такое складывается впечатление, что все воспринимают охоту не как рычаг работы с такой действенный рычаг с воспроизводимыми природными ресурсами, а просто какую-то развлекуху на природе, пьянку на природе, ну, типа по типу фильма «Особенности национальной охоты». Да, мы сегодня потеряли уже антилопу Сайга, практически потеряли. В советские времена там был госпромхоз, там было около 700, там тысяч или там 560, я могу ошибаться, в цифрах этой антилопы. Сейчас порядка двух-трех тысяч осталось, и стадо уже не воспроизводится. Здесь Алексей, этот, Андрей говорил по поводу, значит, количества диких животных, там сколько стреляет Швеция. У нас нет диких животных копытных, если сравнивать нас с Европой, с Америкой, с другими странами. У нас просто их нет. Я вам приведу пример, я его всегда провожу. Та же Латвия, маленькая страна, 6 миллионов гектар, это площадь Костромской области, да? В этом году отстреляло 12 тысяч европейского оленя. 12 тысяч только добыло. Это мясо, которое идет на стол, как бы, плюс трофейная охота, развитие туризма. Вся Россия, по данным Минприроды официально, добыла 5 тысяч. Куда входит изюбрь, куда входит морал, куда входит европейский олень. 5 тысяч и 12 тысяч. Площади охотничьих угодий России 1 миллиард 700 миллионов. Я не сравниваю Тюменскую область с Латвией или еще что-то, да? Ну, южные наши регионы, Ростовская область, Воронежская область. У нас на сегодня катастрофически падает количество диких копытных. С кабаном вы знаете, что происходит беспредел. Уничтожение тотальной кабана лося. Мы стреляем 24 тысячи официально на всю Россию, да? Значит, у нас нет проблем с хищниками, у нас нет проблем с буром-медведем. Но почему-то, когда было в прокуратуре некое совещание, коллегия, я не знаю, как там что, коллегия проходила. Кто-то объявил цифру, что численность медведя-бурого за год упала с 200 тысяч до 80, и надо закрывать охоту на бурого медведя. Бурый медведь нападает на лосях, на людей во всех регионах уже практически. Значит, бурый медведь есть лосей по-страшному уже больше, чем волки. И бурого медведя надо круглый год уже начинать добывать, иначе мы просто дождемся того, что людей будет погибать все больше и больше. А я считаю, что дороже у нас все-таки человек, а не дикие животные в первую очередь. Ну, это мое мнение, может, оно субъективно. Значит, с хищниками нет проблем. С лисицей, с волком. Вы знаете, что лисица уже входит на территорию Москвы, в парке. Дальше придет бешенство. Дальше придет она передаст это бешенство собачкам. Бездомным, которых выхолощивают, потом выпускают. Эти собачки начнут есть людей, они уже едят. То есть, это большой рычаг, как бы и природоохранный, и работа с этими вот воспроизводимыми природными ресурсами – это охота. Но понимание, что охота является экономикой, социалкой, занятостью населению, рабочими местами, я не вижу. За последние несколько лет, там, 10 лет, как я начал этим уже конкретно заниматься, я не вижу, что есть понимание в нашей стране, что это все-таки экономика. Что касается закона. Я был в рабочей группе, кто знает, и мы начинали работать над законом об охоте, когда была Комарова Наталья Владимировна. Я ей говорил лично, что мы к этому придем. Вот мы к этому пришли. Значит, определенные граждане, они еще есть, работают, не буду называть их фамилии, в администрации президента, они лично мне сказали в лицо, в глаза, что, Валерий Петрович, законы пишутся не для того, чтобы они выполнялись. Когда я им задал вопрос, почему мы пишем такой закон, сразу могу сказать, рабочая группа работала долго, много, собирались, спорили, все отлично. Но когда мы пришли на последнее заседание по закону об охоте, все мы увидели документ, и я так сижу, читаю и понимаю, что мы этого закона, рабочая группа не писала. К сожалению, рабочие группы не пишут законы. Нас, как экспертов, слушают, но слушать экспертов и слышать экспертов, это абсолютно две разных вещи, как вы понимаете. Что, о чем говорил Андрей, все это хорошо, вернее, это плохо, но это работа Минприроды, это структура. Как говорит водопроводчик, надо менять всю структуру. Значит, я, когда был Антон Евгеньевич Берсенев руководителем департамента, что-то сел, проанализировал нормативку. Закон – это закон, а есть еще нормативка, которую написала Минприрода, да? Я на шести страницах подготовил приказы, которые надо менять во благо охотничьего хозяйства, охраны животного мира и прочее, прочее. Отдал Антон Евгеньевич. Прошло время, он уволился, пришел Будилин. Я эти же шесть страниц отдал Будилину. Прошло время, уволился Будилин, пришел Филатов. Я эти шесть страниц отдал Филатову. Значит, плюс мы еще два раза с Николаем Сергеевичем Малуевым были у министра Донского, я еще два раза отдавал Донскому. ВОЗ поныне там, что-то там изменили, но нормативку по каким-то позициям они переписать не могут. А нормативка приводит к судам, ко всем этим вещам. Закон – плохо, его надо перерабатывать. Причем я сразу могу сказать, то, что происходит в Государственной Думе, у меня не уже четвертый созыв. Я по этому вопросу ходил к Комарову, к Тугалукову, к Кашину, лично с Кашином разговаривал. Сейчас лично разговариваю с Николаем Николаем Петровичем. Вчера я его увидел в Государственной Думе, задал ему вопрос, он действительно подтвердил, что на следующей неделе должно быть совещание по, значит, вот этой вот рабочей группе по закону об охоте. Кто входит в рабочую группу, не знаю, но мне он сказал, что я, вот я, Кузенков Валерий Петрович, вроде как вхожу в эту рабочую группу. Но опять в чем проблема? Будут точечно менять какие-то вещи в законе. Да, я считаю это абсолютно неправильно. Там надо просто садиться и глобально переписывать, перерабатывать весь закон, потому что закон пишут люди. А закон должен быть написан во благо, я еще раз подчеркиваю, экономики России, социальной значимости, так сказать, рабочих мест. Когда-то в свое время ВВФ же проводил, да, давно очень проводил некое исследование, что в Хабаровском крае ВВП там от охоты 0-0-0-0-0, да, и одновременно 16% населения Хабаровского края живет за счет охоты, рыбалки и собирательства. Это система, которую надо по большому счету менять. Значит, давно все продумано, давно все написано, нарисована новая система охотнодзора. Вот говорили про проверки, про проверки говорил Андрей, да, я принимал самое непосредственное участие в проверках регионов. Но мы никогда, задача проверки не удавить людей, а показать людям недостатки, помочь им исправить эти недостатки и дать им возможность работать, зарабатывать деньги и платить налоги, да. Все наши проверки, вы знаете, к чему приводят. Вот сейчас дети погибли, сгорели в Кемерово, и вот эта вот вся система, которая есть, она абсолютно не работает. То есть вообще теоретически, вот что касается испытательных притравочных станций, да, вот тут были как бы про эти вещи. Вот я как охотовед тоже не хочу, чтобы ягдтерьеры разрывали там лисят на куски, да. Вот, ну я и по телеканалам выступал по этому вопросу. Закон об охоте не регламентирует отношения животных, содержащихся в наиволе. Эта запись есть в законе об охоте. Так почему законодатели проталкивают эти вещи в закон об охоте? Второе, был запрошен этот институт законодательства и права, по-моему, при правительстве. Там было на нескольких страницах было написано, юристы правительства написали, что в закон об охоте эти вещи вносить нельзя. Все было продавлено, было вносено, то есть люди, которые сами занимаются законотворчеством, нарушают, извините меня, законы Российской Федерации. Эти вещи должны быть прописаны отдельным законом, вот о котором вы говорили, да, это закон об ответственном отношении к животным. Или там какой-то кинологический закон, или еще, потому что содержание в неволе вот этих животных законом об охоте не регламентируется. Или тогда давайте это отменим. Но никто не отмел, в смысле не отменил, внесли, и это все вещи протолкнули. Это вызвало на выход вас, зоозащитников, на улице. Там голодовали люди в Государственной Думе, я видел, подходил, разговаривал. Вывели людей на улице, значит, охотников. К чему пришли? Протолкнули, значит. Я сомневаюсь, что эта система будет работать, или она уйдет в тень. Надо садиться, надо договариваться. Значит, вот то, что мы сейчас обсуждаем здесь, в общественной палате, все хорошо, все правильно. Но теоретически эти вопросы можно было бы обсудить на совете по охоте, да, Татьяна Сергеевна? Совет об охоте, который был в Минприроде, не работает уже года два. Вот мы с вами члены совета. Да, эти все вопросы в рабочем порядке могли бы решаться. Потому что то, что связано с охотустройством, значит, это все переписывается очень свободно и легко. То, что связано с учетами, ну, просто человек, который руководил несколько лет, я не хочу его обижать, но мы все знаем, нормативку, которую он написал, она привела к тому, что привело. Сейчас надо просто сесть все и переделать. Сесть и переделать. Хотя бы то. Или надо менять всю структуру. Потому что вот на последнем экологическом форуме, мы с вами были, Игорь Евгеньевич, там все сказали, что Минприрода не выполняет функции, которые на нее возложены. Я касаюсь охоты, да, значит, и господин Бурматов заявил, что вообще не выполнено Минприродой ни одного поручения президента, ни одного поручения правительства. Это говорит о том, что Минприрода просто не работает. Значит, надо разбираться с Минприродой. Значит, надо разбираться с министром, с замами, которые курируют вопросы охотничьего хозяйства. Когда-то был отдельный зам, курирующий чисто охоту. Что ставку сократили, передали в Рослесхоз, дабы в лесе больше проблем в лесном хозяйстве, чем в охотничьем. Я вам еще раз говорю, что охотники, вы знаете, как зоозащитники. Мы первые придумали заповедники, заказники. Нам же хочется, чтобы было больше животных, правильно? Мы тоже хотим. Мы занимались когда-то молодежью. Сейчас это упущено. Но в кровавые времена, во время войны, лучшими снайперами были охотники, лучшими партизанами были охотники. Военно-охотничье общество Лев Троцкий создал в 1921 году с целью, так сказать, воспитания защитников Родины. Я сейчас занимаюсь, так сказать, детишками. Я хочу, чтобы дети, прошедшие лагерь охотничьей, через 10 лет могли взять автоматы, защитить нашу страну. Это очень концептуально в наше время. Вы сами видите, что происходит. Поэтому я еще раз говорю сейчас, или вот общественная палата, наверное, потому что я не верю в то, что мы в Государственной Думе сядем и вот этими точечными изменениями напишем вот эти все хорошие вещи, которые, так сказать, выведут наше охотничье хозяйство из кризиса и нашу охрану природы. Потому что то, что происходит, этот беспредел, пора уже прекращать. Почему? Потому что люди настреляют уток весной с моторных лодок, да, а потом это вывешивают в Ютубе, а все винят в этом охотников. Не охотники в этом виноваты. Настоящие охотники таким браконьерством просто заниматься не будут. Но у нас нет инспекции, у нас нет природоохранной структуры. У нас 4 инспектора на всю Ивановскую область осталось. У нас 5-6 инспекторов на всю Калмыкию, где я говорил, что уничтожен полностью Сайгак. Ну, может, там больше-меньше, я могу ошибаться. У нас там по 5 инспекторов других регионов. Я вам просто зачитаю уровень. Вот прочту и закончу. По поводу переноса сроков охоты. Уровень руководителей в регионах. Вот он пишет. В охоте на пернатую водоплавающую боровую дичь в большинстве случаев участвуют коллективы, которые, в свою очередь, под воздействием горячительных напитков пренебрегают правилами охоты и правилами пожарной безопасности. Это что, все охотники-алкоголики, что ли? Это документ министра региона. Значит, пишет. Хочу отметить, что согласно исследованиям ученых, птицы начинают перелет лишь после накопления определенного запаса жира, независимо от погодных условий. Это вообще что такое? Какой жир? Все, как бы, так сказать, охотоведы подчеркнут. Да, холод, кормежки нет. Про какой это жир? Погода же лишь влияет на тактику перелетов, таким образом, первые сухопутные птицы. Ну, это вообще уже ни в какие рамки. У нас никогда не было сухопутных птиц. У нас есть водоплавающая, боровая дичь, луговая, полевая. Вот уже появились сухопутные. И эти люди, это исполняющие обязанности, значит, Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской республики. И вот они сегодня, субъектовые руководители, руководят вообще о какой зоозащите, о каком мы вообще можем говорить. Когда у нас все охотники-алкоголики сидят там, пьянствуют, где экономика, где социалка, где рабочие места. Вот последние выставки, вы посмотрите, что сделали с охотой в Крокусе. Когда-то было 4 зала, а сейчас 50 на 50 метров. А каждый человек, он производил какую-то продукцию, платил налоги. Ему надо зарабатывать, там шить одежды, патроны с охотой. Сейчас у нас закроют работу всех магазинов охотничьих, в связи с тем, что чемпионат по футболу. А налоги-то магазины платят. Где-то еще, ладно, в Хабаровске тоже могут закрыть. Как будто мы там выстрелим, и дробь долетит, и попадет футболиста в Москве. Вы понимаете, дошло уже до маразма. Во всем, во всех вопросах, теоретически, надо создавать все-таки федеральную структуру, которая из чистого листа перепишет всю законодательную базу. Привлекая к этому и специалистов охотоведов, и вас, зоозащитников. И тех, кто любит птиц, и тех, кто любит животных. Но только спокойно, грамотно, я еще раз говорю, все это должно быть написано во благо охотпользования, во благо государства, во благо человека. Иначе мы будем говорить до бесконечности. Вот я уже 12 лет говорю об охоте, о законе об охоте. 12 лет. 12 лет человеческой жизни. Поверьте, это большой срок. И все становится хуже и хуже. Я катаюсь по регионам, разговариваю с людьми, делаю телевизионные программы, задаю вопросы. Все мне говорят, что так уже жить. Ну, просто невозможно. Невозможно работать охотпользователем, невозможно работать госструктуром. Люди уходят, увольняются, вот. И все тихонько закончится. Мы просто потеряем. А что такое лось или сайгак? Это стратегический запас нашего государства. Лось это корова. Случись война, мы взяли, зарезали, накормили нашу армию, накормили, значит, наших людей. Швеция стреляет 100 тысяч. Надо, они 200 тысяч возьмут без проблем, без ущерба для популяции. Мы стреляем 20 тысяч лося, там 24 официально. Но браконьеры еще стреляют два раза постолько, да? У нас просто нет животных. Это стратегический запас России. И сейчас идет тотальное уничтожение всего стратегического запаса в виде диких копытных, ну и, конечно, гусеобразных. Хочу, меня просила сказать Софья Борисовна. Спасибо за внимание. Готов ответить на вопрос. Спасибо большое, Валерий Петрович. Коллеги, вопросы? Если вопросов нет, то тогда, пожалуйста, выступление, реплики. Да, конечно, регионы в первую очередь, безусловно. Меня слышно? Я не знаю, из регионов, кроме меня, кто-то еще есть, потому что когда братья с регионом, этот, ну, я поддерживаю полностью, значит, и то, что говорил Андрей Алексеевич, то, что говорил Валерий Кузенков, значит, ну, этот, что касается запрета на гусеобразных, упорядочить это надо, я согласен и поддерживаю, то, что зачастую существует вахханалия и близ водоемов, но это можно запрещать совсем нельзя, можно все отрегулировать. У Ярославской области есть вот этот опыт. До 88-го года, я этот, Валерий знает, Ярославская область уже охотилась на гуся по специальному приказу глав охоты, отдельное распоряжение было, и выдавалось ограниченное количество разрешений. Именно, думаю, что вот подобным путем, ограничением этой охоты, на гуся охота должна быть ограничена, и она должна быть дорогой. Вот идти по этому пути. И наоборот, массовые виды, они должны быть такие весной, как ванщерб, осенью это все водоплавающие, включая, кстати, и гусей, пожалуйста, осенью нет такого ажиотажа. И, значит, заяцы, все пушные виды. Это тоже самое включать, то есть это должна быть социальная группа, и она должна быть доступна для всех. К сожалению, у нас даже есть общество системы роста футболов союза, это Владимирская, это Новгородская, которое пошло по пути превращения нашей организации, входящей из состава ФССР, в частные клубы. Этот путь неправильный, и тоже надо продумывать эту систему, как бороться. В целом, по законодательству, да, бесспорно, правильно представитель защитной организации говорил, все начинать надо с понятийного, там уже начинается абракадабра. Ну и менять, я все-таки вот, то, что взять на сегодня день и переписать полностью закон, к сожалению, считаю, что у нас, наверное, уже в стране нет таких гениев, которые вы все предусмотрели. Я боюсь, что мы в очередной раз наломаем дров. У нас, к сожалению, сегодня отсутствует возможность оперативного вмешательства и оперативного внесения изменений, потому что все предусмотреть и написать сразу невозможно. Но взять бы и сразу, там, буквально в 2-3 месяца взять и исправить то, что увидели, пенку дали, вот такой возможности нет. Да, даже в приказах, что когда можно делать оперативно, и то, что этот, и то, что на сегодняшний день существует, вот называли массу противоречий, а я еще этот, скажем так, дополню, такие вещи, как заявление, считаю, что оно должно быть разрешено устное на получение разрешения. Это можно приказом изменить, потому что охотникам приходится, из-за того, что приходится писать эти заявления, срок оформления разрешения, он сильно удлиняется, и выставить в унизительных душных очередях. И никто, я много об этом писал, много говорил, но вот и ныне там. Вот прошло более 7 лет, да, с момента вступления в действие закона об охоте, но вот и ныне там. Значит, пропало в 2010 году понятие непреднамеренной добычи, это также можно было, не внося изменений в закон, а на уровень нормативных актов, поправить положение, потому что хотим, а не хотим, в капкан на выдру влетает бобр, в капкан на бобра влетает выдра, соответственно, куница, соболь и так далее. При добыче, значит, по разрешению на взрослое животное добывается сигалеток, что всегда приветствовалось, значит, наукой и надзорными органами, у нас на сегодняшний день это нарушение, и охотник должен платить иск. Ну, бывает нечаянно наоборот, по разрешению на маленькое животное добывается взрослый, также охотник вынужден платить иск. Я вот лично знаю два случая, когда на моих глазах одной пулей были добыто два лося. Ну и что в этом случае делать? А получается, охотник наказываться больше, чем преступник из организованной группы, который по ночам в целях заготовки добывает мясо. Вот у нас случай, значит, чем закончилась преступник, преступная группа, группа не доказывается, берет на себя только, признается в нарушении один из них, он добровольно уплачивает положенный государству иск за отстрелы быка, и заканчивается примирением сторон. У департамента претензий нет профильного, соответственно, риск уплочен, и все, остается оружие у этого браконьера, тем более у всех, кто участвовал на руках. Другой случай, не слышит охотник выстрелов на стрелковой линии, и стреляет по второму лосью. Значит, заявляет об этом, сообщает инспектору, тут же сообщает егерю, ну, так же добровольно уплачивает их, причем больший, если тот уплатил 120, то это 200, поскольку самка упала. А суд на год лишает права охоты этого охотника. То есть, тот, кто признался и открыто сказал, да я виноват, я вот совершил такой проступок, но не умышленный, и он наказывается больше, чем наказывается уголовник. Вот, скажем так, ну, пробежаться вещей, конечно, очень много, и сейчас я не буду отрывать долго вот это внимание, но бесспорно, законодательство надо править, ну, этот, о том, что, что взять и полностью переписать закон, а получится ли это у нас, вот об этом надо подумать. Спасибо. Спасибо большое. Можно я дополню? Да, конечно. Значит, я просто в дополнение, вот о чем говорил наш уважаемый Анатолий, все давно уже продумано и придумано охотоведами дальних, с давнишних времен. Вся вот эта система перестрелов, отстрелов, просто мы этим занимались постоянно. Не надо ничего придумывать, можно, я понимаю, что страна изменилась, что Советского Союза больше не будет, да, немножко по-другому, но надо взять те вещи, которые уже давно доработаны, наработаны профессионалами, охотоведами и изложить их просто на бумагу в наши времена. Значит, дело в чем, лось как с коровой спаривался в сентябре, никогда он с ней в январе спариваться не будет, тут не надо ничего придумывать из этого. Надо инструктивный материал, все инструкции есть, все написано, все прописано, пусть берут в Минприроде, читают, пишут, излагают и все тогда будет получаться. То есть, опять же, это работа тех людей, которые на сегодня осуществляют государственную политику. А она в том размере, в котором должна быть, она не ведется, а страдают вот непосредственно ход пользователей и те люди, которые на земле работают. Игорь Ильич, пожалуйста, у меня вопрос такой, а на сегодняшний круглый стол представители Минприроды были приглашены? Да, конечно, безусловно, приглашались и приглашался руководитель, директор департамента и сотрудники. Я так понимаю, никого нет у нас, да, из Минприроды? Завтра коллегия. Завтра коллегия, да, с утра. Да, конечно, пожалуйста. Вот что касается нашего любимого закона, я просто еще приведу цифры. многие наши специалисты, конечно, уже слышали и знают, но просто для наглядности. За 8 лет действия закона на сегодняшний день в судах было свыше 217 тысяч споров. Это свидетельствует как раз о качестве закона. 217 тысяч споров по правоприменению закона об охоте и подзаконных актов. Ну, потому что, в принципе, конечно, здесь надо отделять подзаконные акты, еще более усугубили ситуацию с законом и расширили, дополнили и унизили этот закон, скажем таким образом. Исходя из этого, к сожалению, у нас в стране вообще отсутствуют механизмы возбуждения ответственности со стороны госорганов. У нас госорганы, как включая министерство, включая субъектовые органы, ни за что не отвечают, не несут ответственности. Их привлечь к ответственности никто не может. У нас отсутствует добросовестность власти. Начнем с этого. Поэтому, если мы говорим о правоприменении именно закона об охоте, я здесь соглашусь с Анатолием Николаевичем, потому что, если мы сейчас начнем в очередной раз, я повторюсь, что мы уже пережили четыре революции в охотничьем хозяйстве, начнем в очередной раз ломать систему, мы потеряем все последнее, что у нас с таким трудом еще остается на волне. Это специалисты, которые еще могут бороться с браконьерами, которые представляют, что такое из себя комплексная система мониторинга и учета, а не так, как нам сейчас предложено. Это специалисты, которые понимают, что внутрихозяйственное устройство в том виде, в котором оно предложено, это пережиток прошлого, и оно не нужно, которые понимают прекрасно, что биотехнические мероприятия нельзя установить нормативы, а закон предписывает установить нормативы биотехнических мероприятий, и каким-то чудесным образом сегодня Министерство природы по требованию Генпрокуратуры должно установить нормативы устройства Пархалич, скажем, в Сибири, на Дальнем Востоке и так далее и тому подобное. И у нас получается, что мы настолько все хотим зарегламентировать, что в конечном итоге мы ничего не получим. Поэтому вот мое убеждение и мое предложение, я согласна, конечно, надо обязательно, во-первых, актуализировать стратегию развития охотничьего хозяйства, потому что она, как таковой, стратегией не является. Нет концепции, нет целей и задач, которые мы ставим перед собой на сегодняшний день перед охотничьим хозяйством. Если в советские времена все-таки, учтите, был пленум ЦК партии и были постановления правительства, да, Президиума Совета Народных Депутатов в 50-е годы, после которого началось массовое закрепление и создались и госпромхозы, и копзеропромхозы, то есть было определено, куда идет охотничье хозяйство, его место в народном хозяйстве, в экономике и в социальном обустройстве наших людей, то сейчас у нас получается, что у нас вообще этого ничего нет. Поэтому надо брать блоки и вытягивать. Проблема заключается не только, наверное, в охоте, а во всех других отраслях тоже. Если Общественная Палата найдет себе возможность, силы и окажет помощь во взаимодействии с депутатами Государственной Думы и Советом Федерации, в том плане, чтобы... Но Совет Федерации все-таки, он поближе к земле, потому что там есть представители с регионов, и они все-таки по-другому расценивают некоторые вопросы. Но проблема в том, что депутаты при принятии решений, они начинают слышать нас только после того, как решение принято. Что зоозащитников, что нас здесь, мы с вами абсолютно коллеги. Вот. Они абсолютно не хотят слышать и не хотят слушать даже порой. И у них, у каждого, у нас еще в 80-е годы существовало такое мнение, что управлять охотничьим хозяйством может и водитель райкома партии на уровне районного звена, и любой ветеринар, любой не специалист. Это как в футболе мы все всегда понимаем, так и в охоте все всегда понимаем. Достаточно почему-то специалисту, не специалисту, вернее, выехать один пару раз на охоту, и он уже считается специалистом. Вот, к сожалению, это наша общая проблема. Ну, как это достичь и как это сделать? Ну, вот, пока у меня больше пессимизма даже в настроении, чем у штатного пессимиста Валерия Петровича. Вот. Поэтому, но все равно дорогу осилит идущий, все равно надо идти. Но что касается вот мониторинга и учета, я хотела бы обратить внимание, что нам надо что-то реально делать, потому что, когда мы говорим, что у нас снижается численность копытных, мы должны отдавать себе отчет, что никто не знает истинную численность копытных, никто не знает, сколько на самом деле у нас звери. И если получается, что я всегда приводила пример по территории Дальневосточного региона, что если, предположим, там 540 особей тигра, каждый тигр съедает 70 килограммов мяса, то есть тигр и леопард уничтожают 42 тысячи копытных в год. Ну, где-то грубо, грубо я примерно. То получается 6 тысяч годовой лимит и плюс к этому еще 6 тысяч браконьерства. А если мы даем общую численность там 80-90, ну, 100 тысяч в совокупности всех копытных по Приморскому краю, из них, извините меня, 60 тысяч съедается ежегодно кем-то там и браконьерами, и охотниками, и хищниками, то, значит, мы что-то не так делаем. И та же самая проблема, можно сказать, типа Соболю, что почему-то Соболи мы добываем, 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 говорим о том, что есть проблемы, что мы его много добываем, но здесь коренные малочисленные народы нам помогают, конечно, с очень, скажем, не то, что некорректной, а вредительской нормой закона об охоте в статье 19. Мало того, что добываешь спокойно, причем мы не определили, кто у нас добывает, кто у нас относится к коренным малочисленным народам, всем постоянно проживающим на территории расселения, проживания. И вот этот дисбаланс между всеми нормативками по коренным малочисленным народам, оно и позволяет нам вот сегодня говорить о том, что у нас очень часто на аукционе количество шкур гораздо больше, чем официальный лимит. И, к сожалению, у нас, ну, не все так плотно сидят в этом вопросе, и часто оценочное мнение людей со стороны, оно такое все браконьерство процветает. Но у нас, извините меня, 60% протоколов и постановлений невозвращенцы, так называемые невозвращенные разрешения, за это тоже у нас наказывается. Поэтому надо выстраивать всю эту систему. Если я лет 5 тому назад применяла термин разбалансировка системы ведения охотничьего хозяйства в стране, то я сейчас могу сказать, что она уничтожена полностью, ее нет вообще как таковой системы. Поэтому, ну, специалисты еще, слава богу, есть, но надо начинать работать, но вот, к сожалению, с тем упорством, с которым Государственная Дума принимает и всем подходом, как она принимает, у меня есть большое, так сказать, опасение, что как бы не буди лихо, пока тихо. Вот в чем еще проблема. Но я против того, чтобы его полностью переписать. Надо писать блоками, потому что, опять же, вот право применения, часть 3-71 статьи Конституционный суд, все-таки решили вопрос. Все-таки вроде как, все, всем все понятно, но у нас же буквально больше половины региона все в судах. Уже и норма закона четко прописана, но все в судах. Если на один субъект заходит, одна организация, заходит 42 иска, 42 иска по неисполнению этой нормы закона, только потому, что субъектовый номер, орган прочитал его по-другому. Но у нас есть еще один игрок, вот Николай Владимирович, не надо соврать. Мы попробовали через этого игрока зайти и подкорректировать приказы по генеральной прокуратуре. Вот я ему сейчас слово предоставлю, попрошу его, просто пример, как мы пытались работать, и там мы не можем работать, и там у нас не получается, что-то не так, что-то не ладно. Ты меня комментировать собрался? Ну, во-первых, я не пессимист, а оптимист. Если бы я был пессимистом, я бы не пришел на это мероприятие. Во-вторых, я очень трезво, грамотно и профессионально оцениваю ситуацию, которая происходит в настоящий момент. Дальше я беру не учеты, я беру добычу дичи, это разные вещи, добыт олосей. Я оперирую цифрами Минприроды, это цифры государства. Мы не можем доверять государственной организации под названием Министерство природных ресурсов, иначе мы тогда не доверяем министру, а он член правительства. Ну, знаете, куда можно уйти, да? Поэтому, значит, то, что численность копытных, она действительно падает. Она падает катастрофически по всей России. Потому что мне иногда говорят, да, подумаешь, у нас лося на малом в охотхозяйстве в таком-то... Я беру цифру России, а не цифру какого-то конкретного охотхозяйства. Но сегодня нет единой системы. Я говорю про единую систему. Есть отдельные люди, которые держат еще общества, держат хозяйство, держат инспекции. Да, это профессионалы, давно проработали, как бы, это золотой фонд, но их остается все меньше и меньше и меньше. Потому что старичков, разбирающихся в системе, действительно все меньше. Значит, а то, что касается переписка закона или там точно, конечно, это надо обсуждать. Надо приглашать научные сообщества, оставшиеся институты там просто обсуждать и принять решение. Но еще раз надо понять, тем надо было работать еще вчера. Каждый день он у нас все хуже, 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 поверьте. Я говорю про добычу. Здесь вот опять нельзя брать просто добычу. Да, я согласна с статистикой, Минприроды, я ей доверяю. Но я прекрасно понимаю причину, по которой добыча у нас в стране больше не может быть. У нас есть пресловутый 138-й приказ, 228-й приказ, еще какой-то один приказ, который у нас ограничивает возможность легальной добычи. Вот у нас эти 3%, если мы раньше лося добывали до 12%, у нас сейчас 3%. Вот для чего это сделано? Для того, чтобы браконьеры у нас были? Или мы ограничиваем легальную добычу, но в то же время зверь-то есть, его же добывают. Поэтому здесь вот нюанс вот прям наглядно показывает о том, что непроработанная, неумная, невнятная нормативная база позволяет нам и дальше пестовать браконьеров. Я считаю вот так. И все. Коллеги, пожалуйста. Здравствуйте, я хотела бы попросить слово. Я представляю как раз коренных малочисленных народов. Комментирую ваше высказывание. Всероссийская ассоциация коренных народов Севера Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации. Вы знаете, я тоже буду говорить про людей, про коренных, которые как раз и живут на этой земле и охотятся, и для которых это традиционный вид деятельности является образом жизни. Вот много очень выступающих коллеги, вы все специалисты разбираетесь в сфере охотно-хозяйственной деятельности. Этот закон, я не буду долго говорить и подробно, мы в общественную палату направим свои предложения и замечания, они у нас подготовлены по охоте, но в этом законе совершенно не отражена сфера ведения охотно-хозяйственной деятельности как раз в части регулирования вопросов коренных малочисленных народов. И вот, коллеги, когда мы слышим на многих, мы же не первый раз уже участвуем на подобных площадках, и слышим, что вот проблема в коренных малочисленных народах, что они там вредители, или что-то закон страдает, это проблема государства. Я сама из семьи охотников, у меня два брата и отец охотники, и какие проблемы есть на территории и в местах компактного проживания, мы знаем не понаслышке и не от ученых, теоретиков, а именно от земли, что как происходит на самом деле. Те лицензии на Соболе, на Диких Копытных, вы думаете, коренные малочисленные народы имеют эти лицензии? Их имеют те охотпользователи, которые более предприимчивые, более ушлые, которые, сам охотник из числа коренных малочисленных народов, эту лицензию он даже на руках не имеет. Зачастую. Зачастую на территориях происходит такое, к сожалению, тоже где-то может быть превышение полномочий агентств в управлении в сфере охотно-хозяйственной деятельности. А потом эти лицензии перепродаются, например, Кабарга за 30 тысяч рублей кому-то желающему. А охотник из числа коренных малочисленных народов становится браконьером. Он все равно будет добывать. И лося будет добывать, и соболя, и Кабаргу, потому что он потом будет весь год кормить свою семью на эти средства. И, конечно, вот так же еще несовершенство в законе об охоте есть разногласия. Есть закон о гарантиях прав коренных малочисленных народов. Статья 8. Статья 8 регламентирует безвозмездное пользование коренным малочисленным народам теми землями на традиционных территориях их проживания для собственного пропитания охота. Она сейчас вообще нигде не соблюдается эта статья. Абсолютно. И также закон о животном мире. Приоритетный доступ коренных народов территориям, где они расселены, нет приоритетного доступа. Это все, вы знаете, это все фикция. Все наши законы федеральные в отношении коренных малочисленных народов на сегодня они, к сожалению, не выполняются. Хорошо прописано в законе на местах, на территориях 28 субъектов Российской Федерации, где проживают коренные малочисленные народы, 270 тысяч из них, ну, половина ведет традиционную хозяйственную деятельность, для которых, это приоритетная группа, для которых охота является основой жизни их и деятельности. И, конечно, мы бы хотели в этом законе вместе с вами, в содружестве, мы готовы своих экспертов представить от ассоциации и действительно помочь этот закон усовершенствовать, потому что, ну, уже столько лет и не первый раз мы говорим, и все это, пока эти рекомендации, которые мы озвучим везде, они нигде не выполняются. Есть концепция устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири, Дальнего Востока. Документ, подписанный правительством, разработанный, есть план мероприятий, но вот право на приоритетный доступ, он никак нигде не отражен. Мы уже не первое десятилетие эту концепцию выполняем, и, к сожалению, пока это только идет. Также еще вот коротко скажу последнее. Вот статья 19 закона об охоте. Вроде бы, да, дает какой-то просвет коренным малочисленным народам, что наконец-то их никто не будет штрафовать, пограничники, таможенники, охотинспектор. Вы думаете, они охотников-любителей штрафуют, которые на хорошей технике, с хорошим оружием, мы их видим на территориях, к ним охотинспекторы не подойдут, они подходят именно к этим несчастным малочисленным народам, которые не могут себя защитить. И здесь мы бы хотели, конечно, вместе с вами подумать, как можно прописать те нормы, которые бы действительно защищали представители коренных малочисленных народов. в настоящее время эту отметку не коренные малочисленные народы имеют зачастую. Имеют даже и чиновники, и госслужащие, и все, извиняюсь, все, кому не лень на территориях, которые выезжают по выходным охотиться, развлекаться. Вот. И мы с этим боремся тоже, и есть у нас в судах уже иски, и, ну, к сожалению, конечно, не всегда получается. И последнее охотно-хозяйственные соглашения. Вы знаете прекрасно охотно-хозяйственные соглашения, какие территории сейчас у нас. Центральная Россия это одна площадь для охотника, на Дальнем Востоке или в Сибири это совершенно другая. У нас вот один последний пример вопиющий, таких много примеров, когда уже три года маленькая венкирская женщина-охотница, руководитель общины Амурская область, добиваются, ходят по судам, ей нужно заплатить 7 миллионов. Откуда у нее 7 миллионов? И все. Ее община, вся ее охотники остаются полностью за пределами, не знаю, защиты государства. И ее уже терзают. Вот я не знаю, может, общественная палата подключится, и мы вместе бы могли объединиться и действительно этот произвол остановить. Когда, ну, как-то регламентировать нужно, вывести, наверное, из категории охоты в целях ведения традиционного образа жизни, для категории граждан, для которых это основа существования, вывести из общего понятия, может быть, как-то отдельным, прописать, и мы только за то, чтобы действительно, мы же не добываем в таких объемах и потом не вывозим на экспорт, как этот соболь вывозится. Раньше, правильно вы говорите, советская система заготовительных контор. Это самая лучшая была система, которая вообще можно придумать, почему мы не можем вернуться к ней. Охотник сейчас приезжает на территорию заготовитель, неизвестно вообще, какие, от кто они приезжают на территорию, они по зимовьям ездят, они скупают, охотник в растерянности, ему, конечно, сдать этого соболя нужно, да, там, какую-то свою добычу, ему все равно, кому он сдает, но государство страдает, столько вывозится, по одному моему району, где я проживаю, в Иркутской области, перепромысел идет очень большой, и это все покрывается зачастую службами, специалистами, и какая-то система, друг друга все покрывают, и на местах, и все ссылаются на Москву, на закон, на федеральный, что там Москва виновата, иногда бывает, конечно, и на территории какие-то перегибы, но вот в части, в заключении скажу, все-таки мы бы хотели совершенствовать закон об охоте, все-таки видеть, какие-то гарантии, действительно, в отношении коренных народов, для которых охота является основой жизни и деятельности. Спасибо. Так, ну, давайте, Валерий Петрович, последний, да, и потом давайте будем в итоге уже подозревать. Да, Игорь Евгеньевич, я просто секундочку, по коренным народам, именно по коренным. Вот смотрите, во-первых, закон, мы его должны написать общероссийский, для Калининграда и для Камчатки, да, на сегодня коренной у нас житель, он, чтобы доказать, что коряк-коряк, он должен сам на себя в суд подать. В суд подать? Он же приходит, ему положены льготы, а мы отменили национальность в паспорте. Ему говорят, а ты докажи, что ты коряк. И человек идет, подает сам на себя в суд, чтобы ему суд присудил, что он коряк, тогда он льготы получает. Был совещание в Госдуме по билетам государственным. Надо через 10 лет продлевать билеты. Я говорю, ребята, права же мы продлеваем, это разговор с депутатами Госдумы. Я говорю, в Валютарском районе, где коряк на олене, дедушки 60-летний, пасет оленей, там машин нету, да, но он является охотником. И вот он должен на олене приехать в поселок Манилы, оттуда выбраться в областной центр, чтобы пересдать этот билет. Поверьте, все наработано, опять же, с коренными народами, извините, с севера, да, наработано главоохотой. Потом еще блок инвалиды. Это тоже большая проблема. В Америке, например, запрещено стрелять с машины. Инвалидам разрешено. Но у нас же каждый станет сразу инвалидом, да, посадит рядом инвалиды и начнет лупить. Это огромная проблема. Блок инвалидов, они тоже должны охотиться. И куда? Не кинь, везде клин. Вот о чем, так сказать, разговор. Просто, все-таки Николай Владимирович должен сказать о нашем опыте работы с генпрокуратурой. Хорошо. Давайте, Николай Владимирович, и завершаем. Я просто хотела поддержать, потому что я эту Амурскую область знаю и знаю вот эту беду. Она есть по всей стране. Это вот те пресловутые ставки перехода с долгосрочной лицензии на охотно-хозяйственные соглашения. Действительно, у коренных малочисленных народов у них большие территории и ставка по той же Амурской области 5 рублей. Естественно, там ни на каких 5 рублей продуктивности этих нет территорий. Но, к сожалению, вот этот, все идет от того, что не определена природа охотно-хозяйственного соглашения. Если это гражданско-правовой договор, то откуда тогда взялась вот эта вот цена? То есть, здесь вот это вот такой клубок, который не найти вот ту золотую ниточку, которую вот дернул бы, и этот клубок бы раскрутился. Но, к сожалению, вот на сегодняшний день это факт. Поэтому, если тоже есть какая-то возможность от общественной палаты с точки зрения коренных малосчисленных пересмотреть эту ставку, это было неоднократно высказано, но это было бы, конечно, очень хорошо. Николай Владимирович. Уважаемые коллеги, я давно уже рвусь к микрофону, не все получается. Я постараюсь очень кратко сказать. Значит, здесь многие выступающие неоднократно говорили, что Министерство природных ресурсов либо не работает, либо не работает надлежащим образом. Полностью с этим согласен. Мы со своей стороны, то есть со стороны Роскоторгового Союза пробовали разные пути взаимодействия. В первую очередь, конечно, с Министерством, поскольку там находится наш профильный департамент. Значит, и напрямую, и через Министра, и через Государственную Думу, и через Совет Федерации. Эти пути мы проходили и проходили неоднократно. Однако, нас все равно почему-то не слышат. Значит, в прошлом году мы нашли еще один путь, через который пытались воздействовать на то, чтобы Министерство природных ресурсов наконец-то заработало. Это через Генеральную прокуратуру, используя механизм независимой антикоррупционной экспертизы. Значит, мы провели независимую антикоррупционную экспертизу трех нормативных документов Министерства природных ресурсов. Значит, и используя то, что Генеральная прокуратура обратила внимание как раз на результаты работы независимых экспертов, через Генеральную прокуратуру направили эти, в очередной раз направили эти, значит, результаты этой экспертизы в Министерство природных ресурсов. Перед тем, как направить через Генпрокуратуру, уже сама Генеральная прокуратура провела эту экспертизу и действительно подтвердила, что мы правы, что мы нашли там коррупционные признаки. Значит, уже от Генеральной прокуратуры пошло, как сказать, представление Минприроды по устранению вот этих антикоррупционных фактов вот в этих трех приказах. И что вы думаете? Прошел уже почти год, а ВОЗ и Мини там. Никто ничего не сделал. Значит, Минприроды сказала, да, мы делаем, делаем. А мы ничего не видим. Мы обращаемся в Генеральную прокуратуру, хоть вы-то как-нибудь там со своей стороны. А те говорят, а мы да, но ничего не получается, мы не можем. То есть расписываться, собственно, бессилие, если это грубо сказать. Вот все. Коллеги, давайте попробуем подвести итоги. Ну, сначала просто по содержанию, а потом уже по тактике того, что мы дальше с этим содержанием делаем. Значит, ну, то, что, по-моему, явно звучало везде, да, это то, что существующий закон требует кардинальной переработки. В какой это форме делается изменение дополнения или там новый текст, это уже другой вопрос, но, по крайней мере, ясно, что требуется кардинальная переработка. И дальше основные моменты этой переработки, да, значит, это то, что отсутствуют цели развития охотничьего хозяйства и понятийный аппарат, соответственно, отсюда возникает много проблем, следующих дальше, да. Значит, нечеткость формулировок, которая приводит к тому, что по-разному трактуется положение закона, выпускаются противоречивые нормативные акты, нормативные правовые акты, и это, собственно, приводит к тому, к тем, уже теперь сотням тысяч споров в судах, да, потому что это говорит о том, что просто нормативная база позволяет разные трактовки, разные формулировки, в том числе, естественно, приводящие к нарушению прав охотников либо охотпользователей. Значит, дальше закон не обеспечивает защиту прав добросовестных охотпользователей в отношении долгосрочной аренды и прозрачной и предсказуемой системы платежей за пользование угодьями, которые включали бы в себя все. Значит, в том числе это касается неурегулированных вопросов учета, кто, за чей счет и по какой методике должен их проводить, и какие выводы можно делать на основании этих получаемых данных. То есть этот вопрос тоже неурегулирован, соответственно, тоже приводит к конфликтам. Ну и, конечно же, закон не защищает законные права коренных малочисленных народов Северо-Сибири и Дальнего Востока, о чем мы тоже уже слышали. Вот это, наверное, основные выводы, которые из того, что я сегодня услышал от всех выступающих. Значит, теперь по порядку того, что мы с этим будем делать. Значит, вот эти рекомендации я попрошу, наверное, от своего коллегу Владимира Георгиевича это окончательно оформить в текст, который мы представим уже дальше в палату. И, значит, как бы по опыту, значит, вот это голосование занимает некоторое время. Но, собственно, не дожидаясь этого голосования, я думаю, как только мы между собой, вот участники круглого стола согласуют эти выводы и рекомендации, я просто уже здесь воспользуюсь возможностями, которые есть, да, и переговорю просто лично и с Владимиром Ральбетовичем, и с Николаем Петровичем, и с Николаем Сергеевичем, естественно. Ну и, наверное, завтра я тоже на коллегии скажу, где я тоже буду участвовать, скажу о состоявшемся сегодня обсуждении и о тех печальных выводах в отношении министерства, к которым участники сегодня пришли. Не знаю, сразу могу сказать, не знаю, изменит это что-то или нет, но, по крайней мере, мнение участников круглого стола на коллегии будет донесено. Там, естественно, как обычно, ожидается части вице-премьера, и, естественно, там будут председатели комитетов и Бурматов, и Николаев. Так что, по крайней мере, я думаю, что это тоже будет такая возможность донести эту точку зрения. Если мы на этом можем подвести точку, то спасибо большое всем за участие, спасибо всем, что пришли. Ну и дальше, как я уже говорил, Владимир Георгиевич, что называется, на своде предложений. Давайте поставим себе какой-нибудь довольно жесткий срок по тому, чтобы мы между собой все согласовали. Значит, я предлагаю до понедельника. Сегодня у нас четверг. В общем, все мы все знаем, чего мы хотим сказать. До вечера понедельника, чтобы у нас уже был проект, который мы там во вторник разошлем всем, что это адекватно отражает то, что мы обсуждали. И тогда где-то, я надеюсь, в среду сможем это запустить, аппарат общественной палаты, чтобы это уже приобрело дальше официальный статус. Просто мне кажется, что здесь более-менее все понятно, здесь нет каких-то серьезных разночтений, и поэтому давайте не будем тянуть, а оперативно это сделаем. Хорошо? Договорились? Спасибо всем. Спасибо. 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 Спасибо.